Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Домогатских, 7 класс, география материков и океанов. Параграф 44. Климат Северной Америки. Вспомните, что такое орографические осадки. Это осадки, которые выпадают на склонах гор, когда эти самые горы преграждают путь ветрам, которые несут облака дальше куда-то по территории. И облака не могут пройти дальше, и поэтому выпадают осадками на склонах этих гор. Как называется система постоянных ветров, действующая в умеренных широтах. Если не ошибаюсь, ветры западного переноса их называют. Так, климатообразующие факторы. Уже говорилось о том, что природные условия, в том числе и климатические в Северной Америке, разнообразнее, чем в Южной. И первая причина этого разнообразия заключается в особенностях широтного положения материка, который имеет значительную протяженность с севера на юг. Начинаясь недалеко от экватора, Северная Америка простирается до полярных широт. Впервые нам встречается материк, на котором есть почти все существующие на планете климатические пояса. Набор климатических поясов впечатляет от субэкваториального до арктического. Нет только одного климатического пояса – экваториального. Северная часть материка очень широкая. Это означает, что большая часть материка находится в условиях умеренного и субарктического климата. Кроме того, центральные районы Северной Америки находятся на большом расстоянии от побережьей, и это снижает влияние океана на климат этих районов. Северная Америка находится в зоне действия трех систем постоянных ветров. На крайнем севере территория продувается ветрами северо-восточного переноса, приходящими с ледников Гренландии. Южнее, в умеренных широтах со стороны Тихого океана, на материк приходят ветры западного переноса. Те самые, о которых задавался вопрос в самом начале параграфа. Именно в умеренных широтах дуют ветра западного переноса. Ну а на крайнем юге материк находится под действием атлантических пассатов. Система морских течений у берегов Северной Америки довольно сложная. В умеренных широтах Тихого океана вдоль берегов движется теплое Аляскинское течение, а в тропических – холодное Калифорнийское. Со стороны Атлантики наибольшее влияние на климат материка оказывает самое мощное течение планеты – Гольфстрим. Это теплое течение. Наличие в Северной Америке вытянутых с севера на юг горных хребтов снижает влияние постоянных ветров. И действительно, для Северной Америки рельеф очень важный климатообразующий фактор. Особенно сильно горы ограничивают влияние ветров западного переноса. Ведь именно в тех районах, где действуют западные ветры, кордильеры особенно высокие. Отсутствие горных хребтов на севере и юге материка делает возможным проникновение холодных масс довольно-таки далеко на юг, а теплых с юга материка достаточно далеко на север. Большая разница в температуре и давлении между воздушными массами создает условия для возникновения ураганов и смерчей. Подведем итоги. Климат Северной Америки разнообразен. Большая часть материка лежит в условиях умеренного и субарктического климата. Распределение влажности по территории определяется действием пассатов и ветров западного переноса. В северной части материка наиболее влажным является западное побережье, там где Аляска. Побережье залива Аляска является одним из самых влажных районов Северной Америки. Однако кордильеры препятствуют проникновению влажных морских ветров в губь материка. В южной же части пассаты делают более влажным климат восточного побережья. В центральных частях материка климат достаточно засушливый. Здесь существуют условия для возникновения пустынь. Климатические пояса. Рассмотрим климатические пояса Северной Америки, двигаясь с севера на юг. Ведь именно на севере распространен тип климата, который не встречался нам на других материках. Начнем с него. Арктический пояс занимает крайний север материка. В условиях арктического климата находятся Гренландия, острова Канадского арктического архипелага и побережье Чукотского моря. Здесь господствует очень долгая суровая зима с сильными ветрами, частыми метелями. Царящая зимой долгая полярная ночь еще больше усложняет жизнь в этих районах. Зима сменяется коротким холодным летом с отрицательными или близкими к нулю суточными температурами. То есть даже летом температуры не поднимаются слишком высоко. Лишь иногда в летнее время дневная температура поднимается до плюс 5 градусов. Количество осадков достаточно маленькое. Этот климат можно считать сухим. Большая часть осадков выпадает в летнее время года. Причем даже летом они могут выпадать в виде снега. Хотя снега выпадает немного, но и он не успевает растаять за короткое арктическое лето. Накапливающийся из года в год снег превращается в лед. Именно так все происходит в Антарктиде. В результате значительная часть территории североамериканской Арктики подвержена современному оледенению. Особенно мощными ледяными щитами покрыты Гренландия и остров Элсмер, самый северный в канадском арктическом архипелаге. Краем белого безмолвия назвал север материка Джек Лондон. Субарктический пояс занимает территорию между Полярным кругом и приблизительно 60-й параллелью. Лишь на полуострове Лабрадор этот пояс простирается на юг гораздо дальше. Здесь субарктический климат можно встретить на той же широте, на которой находится Москва. А Москва находится в умеренном поясе. И субарктический пояс достаточно далеко находится от Москвы. Это объясняется влиянием холодного лабрадорского течения. Холодное течение на полуострове Лабрадор очень сильно влияет. То есть вот они, Северная Америка. И вот он, полуостров Лабрадор. Видите, вот он большой. И вот вдоль него идет то самое холодное течение. Из-за этого именно сюда доходит аж субарктический пояс. Хотя на самом деле он должен быть несколько севернее. Так, зима в Субарктике холодная. Она ничуть не теплее, чем в арктическом поясе. А иногда даже холоднее. Средние зимние температуры воздуха от минус 25 до минус 30. При этом зима малоснежная, что приводит к глубокому промерзанию почвы. И формированию многолетней мерзлоты. На смену этой суровой зиме приходит прохладное лето. Летние температуры невысокие, но все же они выше нуля. Плюс 5, плюс 7. Летом в субарктическом поясе господствуют умеренные воздушные массы. Которые отличаются большей влажностью, чем арктические. Поэтому значительная часть осадка выпадает летом в виде дождей. Осадка выпадает не так и много. В среднем от 300 до 600 мм в год. Однако прохладное лето не позволяет этой самой влаге испаряться. Поэтому часть влаги накапливается в почве, что приводит к образованию большого количества болот. Умеренный пояс расположен в самой широкой части материка. Поэтому умеренный климат самый распространенный тип климата в Северной Америке. Причем в разных частях умеренного пояса климат может сильно различаться. Выделяют две основные разновидности умеренного климата. Умеренный морской климат характерен для побережья Тихого океана и западных склонов Кордильер. В течение всего года здесь господствуют западные ветра. Они сразу же встречают на своем пути преграду в виде высоких береговых хребтов. Переваливая через них воздух поднимается и остывает. Происходит активная конденсация водяного пара. Образуются орографические осадки. В результате на наветренных западных склонах береговых хребтов выпадает до 2000, а местами до 4000 мм осадка в год. Это больше чем на экваторе. Восточное побережье залива Аляска – это одно из самых влажных мест в Северной Америке. Влияние океана здесь усилено наличием теплого аляскинского течения. Зима в условиях морского климата теплая, с температурами от 0 до плюс 4 градусов. А если учесть, что при этой температуре постоянно идут дожди, назвать хорошей такую зимнюю погоду трудно. Но самое неприятное то, что на смену этой промозглой зиме приходит не очень-то радующее лето. Оно дождливое, и средние температуры редко поднимаются выше плюс 15 градусов. Одна из причин, почему Аляска гораздо лучше заселена, чем аналогичные территории России, это то, что вдоль вот этой территории проходит теплое аляскинское течение. Из-за чего на Камчатке, вот здесь вот, здесь южнее, гораздо холоднее, чем вот здесь вот. Здесь теплее, чем вот здесь вот. Такая вот особенность. Поэтому Чукотка это намного, намного холоднее. Вдоль Чукотки и до самой Камчатки идет холодное течение. А у Северной Америки проходит теплое течение, которое обогревает всю Южную Аляску. Поэтому повезло в этом отношении Северной Америки. Умеренный континентальный климат находится в центральных частях материка, там, где влияние океанов ограничено. Это прежде всего резкий климат, со значительными перепадами температур в течение года. Здесь очень теплое лето с температурами воздуха от плюс 18 до плюс 25 на юге. Причем, поскольку осадков в условиях континентального климата, как правило, немного, лето сухое и солнечное, зима же холодная. В северных частях области температуры зимой редко поднимаются выше минус 20. И даже на юге температура зимой значительно ниже 0 до минус 6. Осадка выпадает от 400 до 500 мм в западной части и до 800 мм на востоке, где уже начинает сказываться влияние Атлантического океана. Правда, это влияние слабее, чем влияние Тихого океана, ведь в умеренном поясе господствуют ветры западных направлений с Тихого океана, а не с Атлантики. Субтропический пояс занимает южную часть материка, примерно от 40-й параллели, до побережья Мексиканского залива. Существует две разновидности этого климата. На западе пояса мы встречаем климат, уже знакомый нам по Африке. Это субтропический средиземноморский климат, он отличается теплой и влажной зимой, которая сменяется сухим, не жарким для этих широт летом. В восточной же части пояса климат характеризуется жарким, влажным летом и теплой, относительно влажной зимой. Такой тип субтропического климата называют влажным субтропическим. Таким влажным его делают посады, которые приносят влагу со стороны Атлантического океана. В субтропическом поясе над степными пространствами материка часто развиваются опасные атмосферные вихри, смерчи. В Америке их называют торнадо. Торнадо с большой скоростью продвигаются в северном направлении, неся страшные разрушения. В тропическом поясе весь год жарко. На восточном побережье материка и на островах в районе действия посадов выпадает много осадков. Особенно много их выпадает на наветренных склонах гор. Это не типично для тропического климата, который мы привыкли считать очень сухим климатом на планете. Буквально самым сухим. Оказывается, бывает и влажный тропический климат. В центральной части Мексиканского Нагорья сухо и жарко. Это настоящий пустынный тропический климат. Правда, настоящих пустынь в Северной Америке почти нет. Но полупустыни есть. Разговор о них будет дальше. Южная, самая узкая часть материка, лежит в субэкваториальном поясе. Характеристики субэкваториального климата нам известны. Влажное лето сменяется сухой зимой. И все это при очень высоких температурах воздуха. Субэкваториальный климат для Северной Америки не столь уж и характерен. Достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть, какую незначительную часть материка занимает этот самый климат. Это самый юг Мексики и большое количество мелких стран, вроде Никарагуа, Белиза, Сальвадора и тому подобных стран, вплоть до Панамы. И вопрос. А, повторим, главное. Климат Северной Америки разнообразен. Большая часть материка лежит в условиях умеренного и субарктического климата. Распространение арктического, субтропического, тропического и субэкваториального климата не так велико. Распределение осадков по территории материка определяется действием пассатов и ветров западного переноса. В северной части материка наиболее влажными является западное побережье, особенно побережье залива Аляска. Кордильеры препятствуют проникновению влажных морских ветров вглубь материка. В южной части пассаты материка делают более влажным климат восточного побережья. В центральных частях материка, где влияние океанов ослабевает, климат довольно засушлив. Есть условия для возникновения пустынь. Вопросы. В каких климатических поясах расположена Северная Америка? С севера на юг. Это арктический пояс, субарктический пояс, умеренный, субтропический пояс, тропический пояс и субэкваториальный пояса. Перечислите климатообразующие факторы Северной Америки. Прежде первое, это, конечно же, наличие широты, то есть где расположена Северная Америка. Северная Америка пересекается с северным полярным кругом. Также имеет очень небольшое отношение к южному тропику. Экватор не пересекает Северную Америку ни в коем виде. Поэтому это все оказывает, безусловно, влияние на климат материка. Потом размеры материка оказывают влияние на климат. Северная Америка широкий, большой материк. Поэтому в центре материка климат гораздо более резкий, континентальный. Ну и, разумеется, наличие высоких гор. Кордильер также оказывает сильное влияние на климат материка. В каком районе Северной Америки выпадает больше всего осадков? Это забавно, что это на западе Северной Америки. Точнее, на северо-западе, в районе Аляски. В районе залива Аляска. Вот он, собственно говоря, залив Аляска. То есть вот здесь, именно в этом районе, выпадает больше всего осадков. Так, что отличает климат Северной Америки от климата Африки, Австралии и Южной Америки? То, что Северная Америка находится гораздо ближе к северу. То есть она имеет ни в Австралии, ни в Африке, ни в Южной Америке нет арктического и субарктического климатов ни в каком виде. В свою очередь, там в основном тропические да субтропические климаты. А в Северной Америке очень широкий пояс умеренного и субарктического поясов. Опишите влияние климатообразующих факторов на распределение осадков в пределах Северной Америки. Здесь все довольно-таки просто. Если смотреть на общую карту, то здесь можно увидеть, что вот самый север, вот этот очень большой район, это районы, где достаточно мало осадков. Вот здесь вот, вот так вот примерно идет район, где это Арктика. И здесь осадков достаточно мало. Потом вот этот район, это очень влажный район, потому что здесь выпадает очень большое количество осадков из-за кордилья. Из-за этого вот этот вот район, так называемого субарктики, он опять-таки не слишком-то влажный, но так как испарения нету, влаги достаточно, много болот. Потом вот здесь начинается центр материка, он очень даже засушливый. В свою очередь побережье, оно все-таки побережье есть побережье. Здесь осадков достаточно. Но вот в этих районах все равно осадков не сказать, чтобы было сильно-то много. А потом опять идет вот этот район, где очень большое количество осадков. Не забывайте, Техас, Нью-Мексико и весь север Мексики, это фактически полупустыня, очень и очень засушливая. Только вот здесь, вот в районе полуострова Юкатан, начинаются уже нормальные влажные тропики. Так, отличается ли средиземноморский климат Северной Америки от средиземноморского климата Африки? Где-то отличается, где-то в целом нет. Все-таки этот климат, он достаточно похож между собой. Поясните смысл географической шутки. Лето в Субарктике такое же, как в субтропиках зима. Ну, здесь все с шуткой довольно-таки просто, потому что лето в Субарктике, оно очень такое прохладное, собственно говоря, и достаточно такое влажное. То же самое касается и субтропической зимы. Оно тоже прохладное и тоже влажное. Далее, в каких климатических поясах расположены территории США и Мексики? Всего лишь двух стран. А здесь получается умеренный пояс. Если не брать территорию Аляски, которая где есть и Арктика, и Субарктика, то в целом территории основных США это умеренный пояс, это субтропический и тропический пояс. То же самое, проходящее вплоть до Мексики. Но в Мексике на самом юге уже начинается субэкваториальный климат.